Россия сегодня подписала соглашение с Организацией по экономическому сотрудничеству об автоматическом обмене финансовой информации. С 2018 года ФНС Россия будет получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов от иностранных налоговых органов. Подписание прошло в ходе форума по налоговому администрированию в Пекине. Подробнее об этом и о других новшествах нам рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишостин. Михаил Владимирович, хотелось бы начать с темы сегодняшнего форума. Вы, но и в вашем лице Российской Федерации выступали вице-председателем Бюро форума по налоговому администрированию. Почему именно России была такая лидирующая роль отдана? Какие темы обсуждались и что ждать после этого форума налогоплательщикам в мире? Знаете, действительно, мы уже много лет работаем в рамках форума по налоговому администрированию при ОСР. Россию здесь не просто уважают, не просто прислушиваются, а берут лучшие практики, которые много лет внедряются в нашей стране, и в частности в налоговом администрировании. То, что касается тем, которые сегодня здесь звучали, в первую очередь это тема борьбы с размыванием налоговой базы. Это повестка 20-ки, где, вы знаете, составом был соответствующий план, который был поддержан руководителями наших стран, входящих в 20-ку, в том числе и российским президентом. И, собственно говоря, исполнение всех этапов этого плана является одной из задач форума по налоговому администрированию. Это такая очень важная часть, которая, собственно говоря, во время наших встреч всегда звучит и на бюро форума, и на форуме. Далее мы говорили о механизмах обмена информации. Это тоже очень важно. И чем дальше, тем больше налоговой администрации задумывается о создании общего механизма обмена информацией. В частности, ОСР уже создала так называемый Common Transmission System. Это систему передачи информации. И на сегодняшний день уже необходимы ресурсы для того, чтобы эта платформа заработала в ближайшее время. Есть так называемый стандарт отчета, по которому в частности и Россия тоже будет передавать данные о своих налогоплательщиках через вот эту систему. Также звучала тема создания специального органа с ответственными людьми за обмен информацией, когда вы не можете в автоматическом режиме что-то пересылать. Каким образом, так или иначе, проконтактировать со страной, чья информация вас волнует, либо то, что вы должны дать. И, наконец, очень важная была часть форума. Это вопросы будущего налоговых администраций. То, как налоговая администрация трансформируется. Что делает глобализация с ними. Каким образом новые технологии будут использоваться в налоговом администрировании. Ну и, наконец, одна из важнейших тем. Эта тема будет завтра обсуждаться. Это будет улучшение работы администрации, повышение профессионального образования. Вот такие основные темы звучали на форуме. Вы упомянули будущее, налоговое и фискальное будущее. Но и сегодня мы слышали в куларах, очень многие шутили на тему цифровых ручек и вообще цифрового будущего. Это было одно из тем, получается, что все в контексте именно такого обсуждения. Вы также были модератором специальной сессии, посвященной информационным технологиям, передовым технологиям. Получается, что и в этом смысле России была отдана ведущая роль. Почему и чему передовым странам, в смысле фискальной политики, можно поучиться у нашей страны? Ну, вы знаете, надо отличать налоговое администрирование от вообще общеэкономической ситуации. Всегда страны, которые, в частности, приходили к созданию своих систем чуть позже, могли использовать лучшие практики. Это пример России. Ведь мы в этом смысле смогли воспользоваться лучшими практиками строя налогового администрирования в Российской Федерации. В частности, начиная от написания налогового кодекса и первой и второй его части. Это была огромная, замечательная работа, потому что тот современный стиль и те современные, скажем так, основные параметры, которые были заложены в налоговом кодексе, позволили нам через администрирование создать очень правильно выстроенную систему. В частности, идентификация налогоплательщиков и возможности соответствующего построения централизованных систем. Очень важным является также то, что Российская налоговая служба администрирует три вида налогов. Это местные, региональные и федеральные. В частности, в основном, практически везде в странах, это различные отвечающие для этой службы, которым достаточно тяжело координироваться и тем более создавать какие-то портальные решения. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что в этом смысле нам есть что показать коллегам. Мы сделали несколько решений, в частности, решения, связанные с автоматическим контролем по возврату налога на добавленную стоимость на основе больших технологий, технологий больших данных. Это, в двух словах, возможности проверить по цепочке всех участников сделок в случае возврата НДС. Теперь это просто невозможно. В течение двух лет у нас также и растет собираемость налога на добавленную стоимость. В частности, в прошлом году она была 12%. При, в общем-то, непростой ситуации с темпами роста ВВП и экономической ситуации. Мы также сделали инновационную очень часть, связанную с портальным решением для оказания сервисов для налогоплательщиков физических лиц и юридических лиц. Так вот, у нас уже около 20 миллионов пользователей, которые зарегистрировались в личном кабинете для налогоплательщиков, где вы можете видеть то, что о вас знает налоговая служба. Вы можете автоматически делать соответствующее налоговое уведомление, смотреть по видам налогов, по их типам, по срокам, собственно говоря, что вам государство начислило. В случае любых вопросов или, вы знаете, было много вопросов по учетным системам, кому-то прислали не то уведомление на транспортный налог, у кого-то были вопросы по квартире. Сейчас можно все это изменить внутри системы самоначисления, то есть вы можете сами про себя соответствующим образом уведомить налоговую службу через это решение, и потом просто в течение нескольких минут оплатить свои налоги посредством онлайн-банкинговых систем. Это очень важные решения, они непростые, видите, я вот долго вам рассказываю, но нам очень приятно, что эти практики берут наши коллеги, поскольку мы, еще раз скажу, успели взять лучшие практики, и прежде чем делать нашу налоговую систему, достаточно много чего было проанализировано, и много чего другого мы еще показываем. Здесь, в том числе, в частности, в налоговой службе Российской Федерации применяется 40 электронных сервисов для обслуживания налогоплательщиков. Все это было предметом рассмотрения и обмена информацией. Ну и, конечно, мы также берем лучшие практики от стран, вот, в частности, комитет, который был образован внутри нашей панели, это страны, которые приехали к нам в Россию, такие страны, как Новая Зеландия, Сингапур, Австралия, и я думаю, что многие другие страны также присоединятся к обмену этой информацией, и надеюсь, что Россия будет в этом смысле продолжать пытаться лидировать в этой области. Вы упомянули термин «большие данные», также на форуме звучало другое понятие интернет-вещей. Что это означает? Ну, интернет-вещи, большие данные – это все, конечно же, вопросы наших панелей. Я скажу так, что, скажем, проведение сессии про будущее налогового администрирования содержало три основных темы. Это была тема электронные сервисы и цифровизация налоговых администраций, за которые отвечал ваш покорный слуга. Вторая тема – это аналитика, в том числе аналитика больших данных. И третья тема – это провайдеры сервисов для малого и среднего бизнеса. Как ни странно, это очень важно для, в частности, наших коллег, поддерживать все время сервисы и технологии для малого бизнеса и постоянно стимулировать, в том числе, бизнес для создания таких технологий. Вот интернет-вещей, о которых мы говорили, на сегодняшний день очень важная тема, потому что наши молодые налогоплательщики, те молодые люди, которые на сегодняшний день уже практически не пользуются персональными компьютерами, пользуются мобильными приложениями, социальными сетями. У них у всех есть гаджеты. И быть там для налоговой администрации сегодня очень важно. Эти изменения проходят все. И поэтому… А это все технологии больших данных, это все облака, это вопросы распознавания данных. В частности, мы говорили очень много о новых системах биометрических, для того, чтобы упростить вопрос идентификации налогоплательщика для налоговых администраций. Ну, в частности, Австралия и Новая Зеландия представили систему распознавания пользователей через… значит, вместо электронной подписи, чтобы это был ваш голос. Вот дружественный интерфейс, когда вы просто через голос проходите, смотрите, он решает почти все проблемы. Не нужно специальный удостоверяющий центр, не нужно получать, не нужно платить. Это очень серьезно помогает, в том числе и для, значит, пользователя исполнять свои обязанности по уплате налогов очень просто. Таким образом, большие данные, интернет вещей, цифровые каналы доставки, информация – это все будущее, которым мы занимаемся очень серьезно и надеемся, что мы для наших российских налогоплательщиков сделаем возможности платить налоги удобными и комфортными. Среди прочего, мы сегодня руководителями фискальных органов других стран, стран-участниц, обсуждалась тема «План БЕПС», так называемый «План БЕПС», который является таким инструментом противодействия ухода от налогов, и обсуждали автоматический обмен информацией между налоговыми органами. Сегодня Россия подписала соглашение соответствующее. Правда, обмен этот, как мы знаем, начнется не сегодня, лишь с 2018 года. Но мы уже в этой большой семье, стран очень много, больше 100 юрисдикций. Что это означает? Какой доступ к какой информации мы теперь получаем? Давайте начнем первое с международной повестки дня. Мир становится очень прозрачным. На сегодняшний день информация о счетах в банках, о том, кто является владельцем данного счета, это все становится более прозрачным. Вот на текущий момент практически все, в том числе и низко-налоговые юрисдикции, присоединяются к стандартному обмену информации. Но необходимы механизмы. Вот так называемая система трансмиссии, механизм, который создает ОСР, Комитет по налоговому администрированию, это есть общая для всех платформа, через которую страны будут обмениваться информацией. Да, Россия подписала сегодня соответствующее соглашение, по которому она становится частью. Но это очень важно, чтобы Россия была членом групп стран, которые обмениваются информацией. Почему это очень важно? Потому что мы в первую очередь защищаем российских налогоплательщиков. Ведь если будут какие-то вопросы к той или иной структуре, открывшей счет в банках, то вопрос будет больше о том, чтобы данная структура отчитывалась перед своей страной. Те, кто платит налоги в соответствии с национальным законодательством, в частности Российской Федерации, они будут защищены международными договорами и соответствующими подписанными нами соглашениями от того, чтобы к ним были претензии налоговых органов. Так как уклонение от уплаты налогов в мире считается самым, наверное, наказуемым преступлением. Это очень важно, чтобы наши налогоплательщики понимали, что те самые законы, которые были в Российской Федерации, собственно говоря, приняты Государственной Думой вовремя, это закон о добровольном декларировании своих доходов, а также закон о контролируемых иностранных компаниях, должны быть четко исполнены. Тогда, в случае, если есть какие-то вопросы, то налоговая служба другой страны подтвердит через налоговую службу Российской Федерации, что данный гражданин или данное юридическое лицо отчитывается перед налоговой службой своей страны в соответствии с правилами, в том числе международными правилами, тогда нет никаких претензий. Так вот, обмениваться этой информацией мы присоединяемся в 2018 году, когда будет создан соответствующий механизм. В настоящий момент, я считаю, что есть время подготовиться, и мы здесь считаем, что очень важно, еще раз скажу, защитить российских налогоплательщиков от возможных рисков, в том числе преследования налоговыми администрациями других стран, в случае, если они открывают счета или, собственно говоря, ведут свою деятельность за рубежом. План БЕПС и вот это соглашение подписали, или так или иначе поддержали, как мы уже сказали, очень много стран. Получается, что такая тема, как деофшеризация, она тем самым нивелируется, когда информация становится прозрачной. Она актуальна не только для России, но и для многих других стран. Каждая страна хочет, чтобы налогоплательщики, резиденты, которые в ней проживают, платили налоги в соответствии с ее законами. Это нормально, и в том числе для Российской Федерации. Я думаю, что здесь не столько угроза, сколько необходимость привести свои дела в порядок, и в том числе такие возможности в Российской Федерации даны, и тот же закон о добровольном декларировании помогает сделать это, на сегодняшний день он еще работает и действует, достаточно комфортно. Вы знаете, что вопросы, связанные в том числе с обработкой информации, были решены законодательством. Мы очень аккуратно к этому относимся и считаем, что очень важно, в первую очередь, внимательно ознакомиться с правилами, законами своей страны, для того, чтобы быть прозрачными, в том числе и в мире. Вот мы сегодня это много обсуждали, и я думаю, что в ближайшее время все необходимые меры, которые нужно принять в налоговой администрации, они уже приняты, и надеюсь, что это будет удобно для наших налогоплательщиков. Я вас благодарю за это интервью и за ваше время. Спасибо большое.